Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своём канале. Сегодня я хочу сделать то, что каждый раз зарекаюсь никогда не делать, а именно планы. На весь 2020 год я решила не делать какие-то слишком грандиозные планы, там 30-50-100 книг тем более. Я решила сделать, как и в прошлом году делала, 12 забытых книг, но книги эти будут, которые я реально прямо очень хочу прочитать, чтобы к ним тянулись руки, потому что в прошлом году книги, которые я выбрала, естественно, я ничего не выполнила, потому что я их 5 лет 10 не могла прочитать, это логично, что я их не смогу прочитать и в этом году. Поэтому книги, которые у меня лежат на полочках, вот они, и которые я очень-очень хочу прочитать, поэтому такие 12 не совсем забытых, но всё же планы. И давайте приступать! Итак, начну я с книги, которая находится в самом низу, потому что я её уже начала читать. И это... Песнь Ахилла, Мадлен Миллер. Я её уже, вот, знаете, значительно так начала. Я сейчас на 216-й страничке из... Из-из... Сколько здесь? 379 страничек. Рассказывается здесь о событиях, которые проходили в Илиаде Гомера, но переложены на современный лад. То есть место действия, время действия, всё соблюдено. Это Троя, того времени, здесь греческие мифы и так далее. Но в современном плане здесь написано современным языком, здесь больше уклон делается на отношения между Ахиллом и Патроклом. Если вы знаете суть мифа об Ахилле и вообще суть Илиада Гомера, вы знаете, о чём здесь говорится, но если нет, то прочитайте. В общем, это Троянская война, это отношения Патрокла и Ахилла. Ахилла призывает на войну, Патрокл следует за ним и так далее. И я почему? Я могла бы вообще не включать эту книгу, потому что я её читаю, наверное, с начала января уже. Но мне она почему-то не очень идёт. То есть мне к ней не хочется возвращаться, поэтому это реально. Если я её сейчас не включу в планы и не буду мотивирована прочитать, я её, мне кажется, заброшу, не дочитаю. Потом придётся вспоминать, что же было в начале книги и перечитывать я не захочу. Это, в общем, ну так я её хочу, хочу действительно закончить, поставить, наверное, галочку, что я её прочитала. Вот, эта книга в планах и даже она в планах на январь. Если потом книги я уже буду разбрасывать как хочу, ещё не знаю как, может вытягивать, может по настроению, то эту точно хочу дочитать в январе и хотя бы первый месяц начать с выполненного плана. Вторая книга это «Принцесса Америки». Наверное, многие наслышали об этой книге, но почему-то её как-то никто не берёт читать. Я очень мало отзывов о ней слышала, хотя она уже не особо новая. Здесь рассказывается об альтернативной реальности, когда у нас Америка является монархией, США является монархией и у власти стоят короли. И здесь у нас история четырёх девушек. Одна наследница престола, другая хочет войти в королевскую семью, третья не хочет быть одной из королев, она такая самовольная, такая взбалмошная, дерзкая, и её подруга из простолюдинок. В общем, эти четыре девушки, вот их истории переплетаются. Это очень интересно, потому что если это ещё будет в антураже современной Америки, современных штатов, и в то же время это монархия, то есть это, знаете, такая вот очень интересная идея. Надеюсь, что это именно будет в современное время, но в то же время вот такой с изюминкой своей, ну да, судя по фотографии, где у нас на маникюре штат, на маникюре флаг США у девушки, то да, здесь должно быть всё в современном обществе, поэтому очень хочу прочитать, так я фанатка США, вы знаете. Книга вообще не маленькая, здесь 500 страниц и достаточно таким мелким шрифтом, поэтому, может быть, поэтому у людей у многих не доходит, а может быть, просто никому не нравится, никто не заканчивает читать, но проверю на собственном опыте. Следующая книга — это книга настроения. Если у меня сейчас настроение не поменяется, то, возможно, именно её я возьму в феврале, потому что всё может в корне поменяться, если до многих других у меня руки дойдут в любом настроении, то, да, Кенокизи и его порой блажь великая, возможно, не дойдут руки. Такая, мне кажется, книга, которую нужно читать в таком вот состоянии, знаете, чтобы оно прямо подходило вот душевно под эту книгу. Очень надеюсь, что всё-таки моё знакомство именно с романом будет очень удачным. Да, эта история любви, непомерно тяжкой работы и борьбы со стихией оборачивается величайшей притчей современности. Орегонские леса на берегу Великой реки — события, которые сравнимы разве что с древнегреческой трагедией. Возможно, прочитав «Песня Хилла», я захочу более трагичное, что-то более древнегреческое, как бы это странно ни звучало, потому что здесь мне пока не очень всё нравится. Вот такой маленький спойлер, поэтому вот такая туманная, дождливая, речная атмосфера, тем более, что у нас снега нет, у нас как раз дожди идут, вот, так что на февраль предварительно у меня вот эта книга. Следующая книга — это такой более лёгкий жанр, это триллер, триллер года, и это «В её глазах». Здесь рассказывается о девушке, которая влюблена в своего босса, и тем не менее, она очень хорошая подруга жены того самого босса. А босс вроде как влюблён в нашу героиню, и ей не хочется разрушать брак, там всякие душевные терзания, но оказывается, что у этой семьи какие-то свои тайны, что-то такое криминальное, даже трагичное, детективное, там что-то вырисовывается за закрытыми дверями. И вот наша героиня, оказывается, в это всё дело впутано. То есть это не любовный роман, это, наверное, какой-то триллер, разворачивающийся на фоне этих отношений. Надеюсь, что это не будет похоже на «Миссис Перриш», хотя «Миссис Перриш» мне понравилось, просто не хочется предсказуемости, хочется, чтобы был такой вау-эффект, что-то необычное. Хотя у меня подозрение, что будет похоже именно на «Миссис Перриш». Но, тем не менее, огромное количество очень тёплых отзывов было на эту книгу, когда она только вышла. Поэтому я, естественно, дохожу до всего в последний момент и надеюсь, что я правильно сделаю. Следующая книга уже столько мелькала в моих планах, в покупках, и даже я её начинала читать. Это «Empire Falls» Ричарда Руссо. Да, я признаю, возможно, всё дело в объёме, но я очень часто переключаюсь, мне очень нужно разнообразие в книгах, поэтому я даже, когда начинала читать эту книгу, я видела, сколько ещё до конца, мне хотелось что-то новенькое, тем более покупок очень небольшое количество. Но сейчас я подсела на аудиокниги, у меня есть аудиоверсия Ричарда Руссо, и поэтому надеюсь, что это будет таким стимулом продолжать читать, слушать. На улице время прогулок Empire Falls. Рассказывается здесь о малюсеньком городке в Америке, об этом парне, который работает в Empire Grill в Бургерной, и вся его жизнь такая спокойная, он, естественно, хочет из этого выбраться, но он очень слабохарактерный, не способен на решительные действия, естественно, поэтому у него ничего не удаётся, так ли он этого хочет. Это история маленького городка не только этого парня, но и многих других, то есть начинается вообще история в прошлом, кто главные были люди в этом городке, кто его основали, почему, кому принадлежат фабрики, в общем, вот такая история городка, именно такая сага. Конечно, это безумно интересно, мне больше интересно, конечно, про современный городочек этот читать, кто как с кем связан, кто и что с кем, поэтому я чувствую, чувствую, что понравится, поэтому как-то не могу не включать в новые планы, даже если начала, но мне пока как-то не хотелось возвращаться. Всё, обязана в 2020 году познакомиться с этой историей. А вот следующая книга, та, в которой я уверена на миллион процентов, это Стефани Лэнд и её уборщица. Это автобиография, автобиографичный роман писательницы, которая стала матерью-одиночкой, когда родилась её дочь, и жила в нищете, была вынуждена работать уборщицей на мизерное просто заработную плату, они жили в жилье, в соцжилье, в ужасных условиях, муж их бросил с дочкой, и я начинала пару страничек этого романа, там описывается, как она с дочкой живёт в таком-то приюте, где нищим предоставляется жильё, и как она пытается создать самые-самые лучшие условия, чтобы дочка её просто вжила в каком-то позитиве, несмотря на внешние условия, чтобы она этого не замечала, как она встречает её первый день рождения, первые шаги в этой нищете, и как нашему автору, нашей писательнице, удалось справиться, удалось, работая на работе, которая многими неуважаема сейчас, стать писательницей и добиться очень многого в жизни. Реальный роман, вот. Я такое обожаю. У меня лучшими книгами в прошлом году стали ученица Тара Вестовер, Клуб бездомных мечтателей, Лисмюр и Замок из стекла, извините, не помню автора. Это те самые похожие истории, когда нищета, ужасные условия, но сила воли помогает девушкам пробиться сквозь терни к звёздам. Вот, это та же самая история, тем более автобиография — это самое главное, и поэтому вот в этой книге я 100% уверена, уверена, что её не брошу, и, естественно, включая в планы. Следующая книга — это такой, наверное, бонус, мне кажется, это 13-я книга, может быть и нет, не уверена, это Питер Мелл и его год в Провансе. Эту книгу я не собираюсь читать залпом, но здесь сколько? 12 глав, да. 12 глав по месяцам, и каждый месяц, вот сейчас январь уже истекает, я буду читать первую главу, которая называется «Январь». Здесь наш автор описывает в своей жизни год, когда он жил во Франции в Провансе. Здесь традиции французов, здесь особенности климата именно этого региона Прованса. Еда, вина, сыры, природа прекрасная, и вот как каждый месяц, чем он отличается от остальных, что происходит в это время в Провансе. И поэтому я каждый месяц буду читать, чтобы чувствовать, вообще смотреть на разницу между нашей страной, нашей природой, погодой, менталитетом, едой, что мы делаем в январе, например, и что происходило в это время, примерно происходит в Провансе. Поэтому такая книжечка на весь год растянется у меня, но именно потому, что вот я такой себе план поставила. Следующая книга, мне её купил Женя, я немного слышала просто противоречивых отзывов, либо её ставят в список худших книг, либо в список лучших книг года, поэтому настолько различное мнение. Это «Красота», это «Горе». Это индонезийский роман, и это магический реализм. Это всё, что я знаю об этой книге. Если вам интересно, я сейчас зачитаю описание, более или менее такое внятное, чтобы вы понимали вместе со мной, потому что я сама не очень понимаю. «Однажды майским днём Дэви Айю поднялась из могилы, где пролежала 21 год, вернулась домой и села за стол. За стол». Так начинается один из самых удивительных романов наших дней. «История девушки, красавицы из красавиц и её дочерей, три из которых были даже прекрасней матери, четвёртая страшнее смерти, затягивает вихрь странных и удивительных событий, напрямую связанных с судьбой Индонезии и великим эпосом Махабхарата». Вот так вот. В общем, ничего не понятно. Мне как было непонятно, так и осталось непонятно. Сейчас «Магический реализм», «Индонезия». Никогда подобного опыта читательского у меня не было, и я плюс нашла эту книгу тоже в аудиоварианте на Майбуке, поэтому, естественно, это поможет мне прийти к ней как можно быстрее и точно её закончить. Ну, точно я словами не буду разбрасываться, но тем не менее. Следующая книга, это не книга, это серия, это «Дилогия», но в планах я ставлю только первую книгу, а там как получится. Это «Адриана Мезер», её «Как повесить ведьму» первая часть, и вторая часть «Призрачный омут». Ну, начинаем мы с «Как повесить ведьму». Нашумевшая «Дилогия», которую безумно любят на русском Буктьюбе. На зарубежном я её не видела, но я и не так сильно слежу за зарубежными книжными блогерами, но она, наверное, у многих, у очень многих людей в лучшую за 2019 год. Это чуть-чуть автобеографичный роман, но, в общем-то, это, конечно, вымысел нашего автора Адриана Мезер. Адриана Мезер происходит из рода инквизиторов, которые зажигали ведьм в Салеме. И вот наша главная героиня приезжает в Салем, где очень ведьма этих любит память о ведьмах, она жива, там куча таких ведьминских магазинчиков, их всех очень-очень любит. И, естественно, потомка инквизитора там не хотят принимать в этом городе. Вот как она с этим справляется? Тут, по-моему, и мистика, и магия. Поэтому я не знаю. Я такое люблю, в принципе, тем более Салем, американская атмосфера современная. Но мне кажется, это будет крайне просто и легко, и, возможно, не цепляюще. Но почему-то все, кто точно так же думал, как и я, что это будет слишком-слишком просто и неинтересно, банально, почему-то влюбляется в эту историю. Хотя говорят, что да, она простая, но прекрасная история, которая все равно влюбляет в себя. Расслабляющая написана, поэтому очень хочу ее прочитать. И посмотрим. Я очень надеюсь. Я всегда, каждый раз, когда я берусь за книгу, я не с той мыслью берусь, что скажу, какой все-таки отстой, почему все это любят. Нет, я берусь за такие книги с мыслью, что очень надеюсь, что мне тоже понравится. И я прям открыта к чувству любви к этой серии. Следующие две книги, но прочитаю из них я, скорее всего, в этом году только одну. Если у меня, ну, что-то не поменяется, я просто еще не знаю, какую именно, я хочу продолжать свое знакомство с издательством Popcorn Books. Они мне прислали эти книги очень-очень давно, наверное, месяца 3-4 назад, но я их так и не прочитала. Это две книги. Дарья Великий не в порядке и Далеко от яблони. Эту выбираешь Далеко от яблони? Вот у меня второй книжный блогер. Просто тренируется. Да. Две книги очень нашумевшие. Дарья Великого любят, наверное, практически все, кто его читает, а Далеко от яблони я слышу редко. Но слышу я о нем... Но слышу я об этой книге в подборках, обычно, снова же лучших книг. Поэтому никак не могу понять, к чему вот склоняется моя душа. Тут я именно выбрала издательство Popcorn Books, а не конкретную книгу. Здесь рассказывается о нашем главном герое, который наполовину перс, но в Иран он возвращается только... Живет он в Портленде всю свою жизнь, но в Иран возвращается, когда узнает, что его дедушка серьезно болен. Там он знакомится с мальчиком, с соседским мальчиком, и знакомство с ним каким-то образом меняет всю его жизнь. Это 18+. Книгу все обожают поголовно, поэтому я в неуверена. А вот во втором романе тоже такая проблема, очень серьезная, которая, мне кажется, очень тронет меня до глубины души. Рассказывается о девушке, которая приемная в семье, и которая узнает, что у ее биологической мамы было еще двое детей, и они вместе вот со своим братом и сестрой с биологическим отправляются на поиски своей родной мамы. Но у этой девушки была еще своя собственная драма. В 16 лет она родила и отдала ребенка на усыновление, или на удочерение. Девочку, на удочерение. Ой, эта тема для меня сейчас очень проблемна. Вот это удочерение, усыновление, когда дети остаются без родителей, для меня это просто, ну, очень вызывает душевные всякие такие муки, поэтому вот к ней я больше склоняюсь из-за вот этой тематики. Знаю, что она меня зацепит, но буду еще думать, смотря в каком месяце, какое у меня будет настроение, когда я выберу эти книги. Ох, следующая книга, которую я откладываю не потому что не хочу читать, а потому что хочу расстануть удовольствие, что я часто делаю. Это Франк Телье и его Лес теней. Новый роман. Роман, кстати, не новый, но в русском сообществе, на русском языке. Он вышел совсем-совсем недавно, в конце 2019 года. Рассказывается здесь о миллиардере, который хочет с помощью писателя воссоздать жизнь одного маньяка-убийцы. Каким-то образом этот человек, миллиардер, писатель и их супруги, или возлюбленные, оказываются в доме, в каком-то заброшенном доме, в каком-то черном лесу, и начинается работа над романом, но выясняется, что в этом домике происходит что-то очень-очень странное и страшное. Опять же, знаете, Телье будет кроваво, будет запутанно, но вот такая локация, замкнутое пространство Телье, это что-то новенькое. Не новенькое, у него было в головоломке, в головокружении такое, но это уже не стандартный детектив. Мы просто в предвкушении, что это будет что-то такое же захватывающее, такое же прямо цепляющее за душу, пугающее, и с невероятной концовкой. Следующий роман, это подарок от Кристины, спасибо тебе огромное, мне не терпится его прочитать. Это тоже нашумевший роман Кейт Мортон и ее дочь, часовых дел мастера. Здесь очень много всего намешано, здесь викторианский Лондон, здесь воровка, которая становится музой художника, и вместе они скрываются на берегу, по-моему, океана или моря, и там он пишет ее портреты, там что-то происходит трагичное, которое чью-то смерть вызывает, какие-то изменения в жизнях, в общем, это такое что-то загадочное, трагичное, викторианский Лондон, в общем, все такое загадочное, интересное. И я знаю, что многим блогерам приходили такие посылочки с этой книгой, там с какими-то вещичками, которые относятся к этой книге, к сюжету, поэтому, мне кажется, у многих сейчас будут выходить отзывы, будут выходить отзывы на эту книгу, и я хочу быть одной из первых, кто знает, что же там произошло. А потом, через 150 лет, случайно найден альбом художника. В общем, тайны-тайны. Последняя книга, это книга русского автора Екатерины Ру, мне ее тоже подарил Женя, я не знала существования этого романа, и называется он «Мертвые пианисты». Рассказывается здесь о девочке с синдромом Маспергера, которая оказывается необычайно талантливой пианисткой. А еще, что она делает для того, чтобы как-то упорядочить свою жизнь, она составляет разные списки. Списки пианистов, какие-то еще списки, просто списки, чтобы упорядочить свою жизнь, свое сознание. И роман этот об одиночестве, об одиночестве человека в мире, об одиночестве человека внутри себя. Роман о том, как на ее жизнь влияет музыка, как на нее влияют эти списки. В общем, что-то, мне кажется, будет очень все же философское, интересное, глубокое. И это гран-при премии «Рукопись года». Честно, я ни у кого не слышала об этом романе, ни в покупках, ни в прочитанном, ни в каких-то отзывах, поэтому буду первооткрывателем. Итак, это были все наши планы на 2020 год. Ну, не все планы, а именно, которые точно обязаны прочитаться сейчас, сейчас. Вот такая красота. Так что, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, у меня получится выполнить все эти планы. Надеюсь, они не развалятся вот так же. Надеюсь, у вас тоже получится выполнить все ваши планы, не только книжные. Но мы с вами скоро увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok